Всем привет! Вас приветствует канал «Всё о звёздах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию артиста Юрия Стоянова, его трёх жёнах, о потере друга и почему с ним не общаются родные дети от первого брака. Народный артист России Юрий Стоянов многим знаком по юмористической программе «Городок», за который он четыре раза удостаивался премии ТЭФИ. К своим 62 годам мужчина успел сыграть более чем в 90 фильмах, причём основную часть его репертуара составляют глубокие драматические роли, а вовсе не комедийные персонажи. Юрий Стоянов появился на свет 10 июля 1957 года в Одессе. В этот же день родился его лучший друг и коллега Илья Олейников, только на 10 лет раньше. Родители Юрия имели самые обычные, но нужные профессии. Мама была преподавателем, а папа работал врачом-гинекологом. Мама по национальности русская, а папа был болгарином. Юрий с детских лет отличался отменным чувством юмора. Однажды в школе ему дали задание написать сочинение на тему места работы моего отца. Юрий подошёл очень творчески к этому делу и нарисовал иллюстрацию из учебника по гинекологии. Надо признаться, что юмор был не единственным увлечением подрастающего таланта. Юрий с ранних лет начал писать стихи. Также играл на гитаре и занимался фехтованием. Он завоевал звание мастера спорта. Позже Стоянов начал заниматься в Одесской киностудии. В 1974 году он поступил в ГИТИС. Его соседом по комнате в общежитии стал сам актёр Виктор Сухороков, который учился на последнем курсе. В студенческие годы у Стоянова начался роман с будущей народной артисткой Татьяной Догилевой, но до ЗАГСа дела так и не дошло. Уже на первом курсе Юрий дебютировал в кино. Снялся в таком фильме, как «Великое противостояние», где исполнил роль партизана-поджигателя. До нулевых годов актёр получал преимущественно эпизодические роли, а его главной любовью был театр имени Толстоганова. Правда, и там он сыграл всего одну главную роль за 17 лет службы в этом театре. Большую известность и популярность ему принесла роль в юмористической мелодраме «Ландыш серебристый», которая вышла на экраны в 2020 году. В 2008 году Стоянов получил премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль в драме Никиты Михалкова «12». Позже актёр сыграл писателя Корниловов в всеми любимом фильме «Ласточки на гнездо» 2011 год, в военном фильме «Белая гвардия» 2012, в драме «Море, горы и керамзит» 2013, в драме «Контужены» или «Уроки плавания вольным стилем» 2014, в 2016 сыграл «Может звать меня папой», в 2017 адаптация, в 2019 в драме «За кулисами». Первой женой Юрия Стоянова стала женщина по имени Ольга. Она работала искусствоведом. Супружеская пара прожили в браке 5 лет. За это время успели родиться у пары два сына – Николай и Алексей. Однако сейчас ни бывшая жена, ни сыновья от первого брака ничего не хотят слышать о Юрии Стоянове. Бывшая семья считает Юрия предателем, которому хватило смелости уйти к другой женщине. Второй женой Юрия Стоянова стала дама по имени Марина. Об этом браке известно лишь то, что супружеская пара прожили вместе 12 лет, а затем расстались. Настоящее счастье Юрия обрел в начале 2000-х. Третью жену артиста зовут Елена. В 2003 году женщина родила 46-летнему Юрию, дочку Катю. Кроме нее в семье подрастали еще две дочери от первого брака Елены – Настя и Ксюша. В 2012 году ушел из жизни Илья Олейников. Юрий Стоянов тяжело переживал потерю лучшего друга. А позже он снял фильм «Нам его не хватает» в 2014 году, где он рассказывал о семье и творчестве народного артиста России Илья Олейникови. Супруга Юрия Елена говорила, что на некоторое время он потерял всяческий интерес к жизни, потому что очень тяжело переживал утрату своего друга. Пожелаем Юрию Стоянову еще много новых интересных ролей и долгих лет счастливой жизни со своей третьей супругой. И очень хотелось бы, чтобы все-таки его сыновья от первого брака начали общаться с отцом. Ведь нет ничего роднее, чем кровные узы и своя семья. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не опьясывает. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. Всем удачи, до новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.